Собираться в школу нужно не только с новыми эмоциями, знаниями и летними впечатлениями, но и с обновленными школьными принадлежностями. Форма на каждый день, спортивный костюм для занятий спортом, рюкзак, тетради, ручки, пенал. Список необходимых для учебы вещей можно продолжать практически бесконечно. С начала текущего месяца в Симферополе уже открыты так называемые школьные базары. Мы решили узнать, сколько необходимо денег для того, чтобы подготовить ребенка к первому сентября. Цены у нас с этого года, как и в прошлом году, ничего не подорожало. Как бы пиджаки 1400-1500 отдельный пиджак стоит, а платье 1200-1300-1500 самое дорогое. Юпочки в общем где-то по тысячам. Так 800 есть, 1200. Спортивный костюм, жакет, юбка, блузка. По словам продавцов, на это у родителей в среднем уйдет тысяч семь-восемь. Но не стоит забывать и о других необходимых вещах. Казалось бы, канцелярия не требует больших финансовых затрат, ведь ручки и тетради стоят дешево. Но когда их количество оценивается десятками, в чеке появляется круглая сумма. Ну, тетрадки от 15 до 50 рублей. 12, 18, 24, 48, 96, 100. Ну, ручки тоже от 20 до 100 рублей. Карандаши все по-разному от 80 до 550 рублей. Гуашь от 140 до 180. В среднем тысяч, наверное, 5 для первого класса, прям, чтобы все купить. И тетрадки, и ручки, и краски, и гуашь, и пластилин, там, и фломастеры. Альбомы, обложки, дневники. Где-то тысяч пять это все выходит. Галина Кузнецова сегодня пришла на школьный базар со своей внучкой. Женщина делится. Цены на канцелярию действительно высокие. Дешевле все это покупать в больших торговых магазинах. А вот одежда вполне приемлема. Однако все зависит от выбора родителей. Стоимость на школьную продукцию примерно одинакова. Количество же приобретаемых товаров – это вопрос, ответ на который таится в кошельке каждого покупателя. По ценам могу сказать, тетради очень дорогие. Мы сейчас кофточку купили, полторы тысячи отдали. Но это ж надо не одну. Ну, вот, юбки тоже такие же цены. Ну, много надо денег. Для того, чтобы изучить ассортимент товаров, а также проконтролировать изменение цен на школьную продукцию, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова сегодня лично посетила торговую площадку. Пообщалась с продавцами и выяснила, какие товары предпочитают крымские школьники. Сколько стоит спортивный костюм? Тысяча. Тысяча. По сравнению с прошлым годом активность покупательская? Ну, пока нет. У нас где-то жарко сильно. Жарко. Еще пика ожидаем. А ценовая политика ниже, да? Да, чем в том году, да. Спортивный комплект на ребенка 6-7 класса сколько стоит? Ну, нужно за полторы тысячи. Костюм. То есть, абсолютно доступная цена. Изучив ассортимент школьных товаров, Наталья Гончарова осталась довольна. По ее мнению, собрать ребенка в учебном году вполне реально. Цены на товары варьируются, поэтому каждый родитель может выбрать предложение, которое отвечает его финансовым возможностям. Я скажу вам честно, что я видела приз куранты еще неделю назад. И могу, соответственно, сказать, что практически ни на один товар повышения цены нет по сравнению с прошлым годом. Это действительно так. Что касается спортивных костюмов и обуви, намного больше ассортимент появился. Может быть, мы не все увидели на рынке, но есть и представлено в торговых сетях. Поэтому цены разбросаны от 500 рублей за кроссовки до 3,5 тысяч. Это уже выбор, конечно, родителей. Ассортимент очень широкий. Наталья Гончарова также подчеркнула, никто не имеет права заставлять родителей приобретать тот или иной товар. Речь идет о рабочих тетрадях, специальных пособиях или же дополнительных учебниках. На сегодняшний день крымские школы на 100% обеспечены всем необходимым. Егор Зайцев, Петр Куций, Служба новостей и ТВ.